да коллеги всем доброго дня меня зовут дмитрий мтавилов возглавляю маркетинг в эксперт банки последние пять лет в принципе жизнь меня помотала чисто по банковской тематике более 10 лет был русский стандарт был московский банк реконструкции развития нынешний мтс банк собственно говоря как я уже ранее обозначил последние пять лет в эксперте и давайте начнем собственно говоря теме сегодняшнего вебинара я себе позволил его немножко меня все таки будет не клиентская аналитики наверное моя основная лично так считаю сильная сторона это эффективность рекламных компаний по большому счету роя у нас примерно выходит порядка в среднем 300 400 рублей привлеченных средств на один инвестированный рекламу рубль думаю есть чем не своим поделиться принципе отчасти тема будет связано с пол трекингом значительной части я думаю вы о ней слышали предыдущих вебинарах но только страны агентской я вам расскажу in house что происходит внутри каких показателей можно достичь собственно говоря давайте начинать допустим на полный экран собственно говоря снова сегодняшнего вебинара это оценка снова оценки эффективность рекламы через номера мобильных телефонов значит основная проблема идентификации с которой я столкнулся за последние десять лет это как раз отсутствие самой идентификации помню времена когда в русском стандарте других крупных банках так или иначе оценка эффективности было связано с опросником это мог быть письменный опросник где что-то нужно заполнять или устный где клиент попрашивали откуда вы о нас узнали основная как бы проблема такого подхода заключалась в том что по большей части ответы делились по следующим категориям первые это ответы от балды то что первое пришло в голову потому что вопрос об источнике информации о банке он как правило никак не связан с потребностью самого клиента он пришел в вклад открыть взять кредит и принципе готов к встречным вопросам странным сотрудников банка но по существу его потребности существует потребности это как правило где вы работаете какой ваш доход если кредиты других банков так далее как правило вопрос об источнике рекламу вводят в ступор и получается масса просто искаженных данных вам называют источники в которых вы не размещались вам называют источники достаточно проблематичные скажем так для того чтобы быть правдой приведу на простом примере в бытность мою работу маркетологом мбр офис в котором я находился и в том числе куда люди приходили открывать вклады брать кредиты находился достаточно так сказал в тупике это нельзя назвать красной линией то есть до туда нужно было физически дойти зайти в здание и уже посмотреть собственно такие продукты мы предлагаем какие условия поговорить сотрудникам самым популярным ответом когда мы проводили опроса узнали это была вывеска витрина банк так далее то есть по большому счету можно себе представить человека который гуляет просто по улице сумкой который лежит там пятьсот тире три миллиона рублей вот он просто гуляет по улице заходит во всякие закоулки с этой сумкой и вот он значит подходит к офису о батюшке здесь же вклад предлагает по такой хорошей ставки дай-ка я здесь открою это собственно говоря вывеска витрина это как правило тоже скажем информации если вы стоите не на потоковом месте поэтому все данные которые получали мы в ходе подобных исследований по большому счету последующим достаточно не активно использовались потому что по факту можно было завернуть любой последующий медиа микс потому что все каналы за исключением витрины не работали выделять бюджет исключительно только на витрину простой тест который я очень часто применяю в плане телефонных номеров как основного средства коммуникации с банком помимо его сайта чатов все-таки это телефонный номер 8 800 и так далее на самом деле сходу в аудитории там 200 300 человек напрямую номер сбербанк не помнит никто хотя инвестиции в рекламу в целом несущественные даже в 15-м году цифра меньше трех миллиардов рублей это достаточно скромно сбербанка а раньше он инвестировал свое продвижение чуть больше поэтому как бы идея банкиров которые начали строить банки там 20 с лишним лет назад заключающуюся в том что нужно выбрать красивый простой для запоминаемости номер она абсолютно не работает что мы имеем с точки зрения рынка как можно разговаривать с руководством для того чтобы внедрять в своем банке систему call tracking и как-то сломать этот стереотип о том что обязательно нужен красивый запоминающийся номер ну во первых по данным мм консалтинг sim-карт в россии с покрытием 173 процента населения страны достаточно большой показатель то есть люди переходят не переходят давно перешли уже по две-три мобилки себе взяли и эта цифра постоянно растет второе мобильный интернет собственно говоря что опять же связано с телефоном с телефоном номером 64 процентов проникновения и 52 миллиона собственного пользователей данного гаджета а вот такие телефонные аппараты у кого уже появились сомнения что все-таки люди звонят не только с мобильных телефонов происходит вести городские и и так далее вот это все уже прошло за последние годы собственно говоря российской федерации мы потеряли 20 процентов вот собственно стационарных телефонных аппаратов это официальная статистика psgs и вдумайтесь если sim-карт выпущенных в россии почти 250 миллионов то в данном случае речь идет о том что на российскую федерацию приходится всего 23 миллиона стационарных телефонных аппарат кроме того естественно велико проникновения самих смартфон еще пару цифр по данным уже всемирного банка количество самих телефонных аппаратов теперь переходим к инфраструктуре все-таки помимо того что люди приобретают сама инфраструктура в россии становится более лояльный для сути того чтобы на сам номер телефона становился по сути вторым инвентификатором после паспорта человек на первых это мнп например министерство связи и массовых коммуникаций вывел такую статистику что три с половиной тысячи номеров сутки переводят оператора к оператору сохранением телефонного номера соответственно переживать внедряя опять-таки пол трекинг переживаю за то что люди постоянно менять симки менять телефонные аппараты собственно говоря бессмысленно совсем свежие данные от free которые собираются уже концу текущего года построить биржу данных для идентификации клиент на основе именно сотового идентификатора самого номера плюс появляются решения для сайта на базе sms пикселя когда это по сути решение для молчанов не так называя которые перейдя по вашей рекламе и попав на продающую страничку никак с вами не контактируют они не оставляют заявки они не перезванивают по трекингу номеру они просто висят на сайте и потом снова он собственно говоря два оператора в нашей стране уже готовы поставить свой код который будет идентифицировать их абонентах и в зависимости от странички и продукта вы можете отправить клиенту такой push для того чтобы как его либо вернуть коммуникации на сайт либо постараться привести его напрямую в офис сейчас покажу статистику чисто нашего банка внутренней статистика опять-таки это для скептиков в отношении того с таких все таки телефонных номеров звонят клиент мобильных или городских стационарных как видите больше 85 процентов звонки в полцентр приходит все таки с мобильных телефонных номеров и я как здесь акцентировал внимание на том что у меня банк чисто региональный мы в основном с вами развиваемся в москве не интересны регионы но естественно миллионники в регион омск тюмень воронеж нижний новгород казалось бы уровне дохода там не сопоставима с москвой но тем не менее люди в основном массе используют мобильники они домашние телефон ну безусловно внутренняя база сто процентов случаев содержит прямой мобильный номер человека 62 процентов случаев это два номера и как правило они оба мобильных 17 процентов сейчас наращиваем эту цифру содержит 3 или более контактных телефонных номеров теперь перейду к самому решению решение действует как для онлайна так и для оффлайна значит первое что делаем любой рекламный месседж на любом портале где вы ставите свою рекламу будь то это на самом деле прямая баннерная реклама тгбш по пандеру все что всплывает появляется на экране и так далее даже если это будет у вас карточка вашего банка вашего продукта там на банковских сайтах туда тоже собственно говоря ставится триггер интегрируется с телефонии то есть интегрируется что значит что вы в свое телефоне свой колл-центр банально в отчетность заводите энный перечень номеров привязываете их к тем или иным рекламным источником ну и собственно говоря поступающий трафик поступающие звонки они будут делиться между телефонными номерами и прекрасно будете понимать собственно говоря откуда с таких рекламных источник поступают звонки плюс происходит интеграция с клиентской базы данных это клиент которые уже дошли до отделения проконсультировались заполнили заявку или непосредственно купили тот или иной продукт правило вы знаете что минимальные практически нету такого продукта продажа которого не было бы связано с предоставлением контактных данных безусловно идентификатор паспорт и контактные данные то же самое происходит с оффлайном я могу так сказать я мне сторонник охватных вещей поэтому сейчас не буду говорить например на таких стоящих как наружная реклама радио и так далее все что не дает прямого эффекта правило меня не интересует но есть собственно это же самая печатка прессом который вполне себе может обеспечить вас достаточно дешевыми звонками и неплохой итоговой конверсии собственно пол телефонных номеров размещается по сути в каждом отдельном издании они сам пул телефонных номеров у вас уже заведем в телефоне ну собственно говоря проинтегрирован с клиентской базы данных что для этого необходимо делать если вы посмотрите например на сайт эксперт банка вы не увидите там каких-либо контактов за исключением одного федерального номера нету прямых городских телефонов номеров и я ярый противник вообще их появления на сайте то есть весь пул трафика должен идти через одну точек входа может быть много главное чтобы они точки входа были трекинговыми де-факто на самом деле весь пол замыкается на одной точке входа на холл-центре теперь значит к самому пол номеров про красивые номера которые любят банкиры использовать своей рекламе я рассказал но де-факто вам это не нужно стоимость самого примитивного номера которые люди не запоминают как вы уже заметили по номеру сбербанка если попытались вспомнить вам не нужно красивая вам нужно много некрасивых номеров много достаточно в принципе для стандартной деятельности рекламных компаний до 15 телефонов номеров в своем своей базе как правило стоимость одного номера составляет там порядка двух с половиной тысяч рублей это разовые расходы которые которые вы инвестируете один раз дальше по сути вы не инвестируете трафик кстати это наверное существенное отличие от коммерческих компаний которые предоставляют услуги колл-трекинга потому что как правило там идет задвоение трафика вы трафик оплачиваете своей телефонии по полцентру и вы трафик оплачиваете который так или иначе пишется и идет через вашего подрядчика который представляет вам трекинговые номера у нас в данном случае мы долго сидели на аутсорфсе трекинга 2013 года в конце 15 мы реализовали его на своих мощностях непосредственно в телефоне прописали код подмены телефонных номеров для сайта и сейчас работаем собственно говоря самостоятельно в этом направлении что происходит собственно говоря с трафиком когда клиенты сталкиваются с тем или иным нашим рекламным сообщением следующая по простой логике колл-трекинга если вы напрямую набираете адрес сайта в браузере вы видите основной стандартный телефонный номер если вы заходите на банкиру даже в нашей карточке вы не увидите основного номера телефона в самой карточке уже будет стоять подменный номер если вы перейдете будь то с карточки из рекламного сообщения с портала банкиру на наш сайт автоматически произойдет подмена основного номера на тот который стоит выделен для банкиру если вы взяли например прессу разместили модуль в какой-нибудь газете или журнале там будет стоять другой трекинговый номер если в популярные особенно в регионах дубль из четвертый номер телефона при переходе также будет подставляться четвертый номер телефона если вы даете рекламу на телеке пятый номер телефона и так далее и тому подобное логика я думаю понятно весь трафик заводится в единую точку актелл на стороне которого происходит уже анализирование данных и выдача отчетов то есть по сути ежедневно система телефоней колл-центра выдает статистику по количеству поступивших звонков с тех или иных рекламных источников здесь в данном случае достаточно просто можно даже не интегрироваться посмотреть ваш медиаплан понять какое количество средств вы инвестировали непосредственно в тот или иной рекламный источник и у вас вполне получается цифра сколько стоит вам тот или иной звонок по той или иной рекламе значит рано перешел к результатам это половинчатое решение которое по сути позволяет вам уточнить именно стоимость звонка с того иного рекламного источника это показывал ранее помимо рекламы интегрированной с самой телефонии происходит интеграция с клиентской базой данных внутри банк это заявки это продажи и тому подобное так как по сути и заявка и продажа содержат в себе клиентские телефонные номера у вас получается сформировалась к этому моменту три базы данных первая база данных это база самих звонков то есть с каких источников какое количество раз звонили формируется на базе вашего полцентра вашей телефонии вторая база данных это данные непосредственно с landing page с ваших продающих страничек которая может выражаться не просто в звонках это не звонки это именно оставленные заявки то есть по сути коммуникации никакой не происходило но по большому счету сформировалось но в нашем случае например на стороне CRM система сформировалось количество телефонных номеров зафиксированных по тем или иным подданным заявкам с тех или иных рекламных источников ну здесь все достаточно просто и достаточно стромотно пресловутые UTM метки заявка как правило на наших продающих страничках состоят просто из телефонного номера и имени больше не других данных не водится и при поступлении заявки в банк просто телефонный номер привязывается к рекламному источнику через UTM метод это вторая база данных и третья база данных это непосредственно внутренние данные клиентские тех кто дошел подал заявку открыл тот или иной продукт это непосредственно персональные данные клиентам все его телефонные номера которые он смог предоставить в банк мы для себя используем следующую технологию что раз в неделю запускается процесс сверки трех баз данных по сути у нас скажем так совмещается база телефоней не поступивших звонков и база телефонных номеров доставшихся нам через заявки сайта который уже собственно говоря ищет пересечения с базы непосредственно дошедших клиентов после того как проверка закончилась мы получаем стандартный отчет в котором по сути сформировано какое количество клиентов по каким продуктам пришли в банк соответственно дальше туда подгружаются непосредственно финансовые данные это на какую сумму оформили заявок на кредиты какое количество было какие суммы какое количество привлеченных средств в рамках тех или ных каналов прошло и по сути на выходе вы уже получаете две вещи первое это не просто идентификацию по сути вы сокращаете серую зону которая у вас была а бьете все таки свою клиентскую базу по конкретным рекламным источникам плюс вы получаете собственно ту же самую диаграмму только выраженную уже непосредственно финансовом результате в деньгах этот пул клиентов который пошел по рекламе той или иной принес вам энное количество средств в дальнейшем естественно после этого работа не останавливается как правило рекламный источник уже в клиентской базе данных закрепляется за конкретным физическим лицом или компанией и дальнейший пост-эффект от рекламной компании уже считается с учетом того с учетом дальнейших транзакций действий покупок клиентов вот собственно говоря такой достаточно более сказал более чем скромный формат оценки эффективности доступный простой в использовании ну и собственно говоря достаточно показательный при этом вы сможете отказаться от прямых опросов клиентов они вам больше не будут нужны вы уже будете судить не по словам что вам пытались донести рассказать а по факту того какие телефонные номера набирали ваши клиенты будете узнавать об источниках рекламы все спасибо за внимание если есть вопросы сразу пишите но в любом случае контакты есть звоните всегда смогу что-то интереснее подробнее возможно можно рассказать так о так значит елена спрашивает что такое смс пиксель смс пиксель это также код для сайта который как правило вам представляется не от самого оператора а через другое юридическое лицо ну по сути часть рекламных агентств специализирующихся непосредственно на digital уже имеют выход на мобильных операторов это код который вы ставите на сайт который по сути позволяет делать следующее трафик который приходит к вам через мобильные устройства на текущий момент стоит отметить что это 30 или более процентов от трафика всего на сайт через этот код по сути видно телефонные номера именно мобильных клиентов соответственно заходя свой личный кабинет который вы получаете вместе с кодом вы можете достаточно просто настроить отсылку смс сообщений под каждый продукт под каждую рекламную кампанию в зависимости от той странички на которую на которую пришел клиент в итоге работает следующим образом код срабатывает в следующем случае клиент пришел к вам с мобильного устройства и никак с вами не прокоммуницировал то есть не оставлял заявку по вашей форме ни в коем случае не звонил вам то есть никаких действий не происходило он просто в последующем ушел с вашего сайта и лично настройки в личном кабинете позволяет вставлять там не только самое смс сообщение но время отправки смс сообщения время после посещения выставляете собственно говоря происходит вот таким вот незамысловатым способом клиент к вам пришел ничего не сделал посмотрел на информацию ушел если он сделал это с мобильного телефона то ему придет смс дальше зависимости от вашего целевого предложения каким образом вы будете пушить его на дальнейший контакт или на то или иное целевое действие надеюсь ответил если я правильно понял ваш вопрос елена скажем так серым систем ваш куда попадают например клиентские данные она безусловно не увидит пока на данный момент на точку развития рынка который сейчас она не увидит номер сам номер человека который у вас был это все решается на текущий момент исключительно в индивидуальном порядке если у вас трафик большой то есть большой условно говоря на уровне если у вас мобильных телефонных аппаратов на сайт заходит 20-50 тысяч человек в месяц то в индивидуальном порядке операторы сотой связи будут вам предоставлять данные в канале по поводу того был ли у вас такой клиент в итоге дошел он до вашего отделения формулы он у вас что-то или нет если трафик небольшой то по большому счету вы получите только отчет о количестве отосланных смс-сообщений сам номер человека вы не увидите но в данном случае идентификация подобных рассылок она происходит несколько иначе здесь все-таки будет включаться не телефон не номер телефона а скорее всего код которого вы будете высылать вместе с сообщением например если он был на странице вкладов вы отправляете человеку еще раз свое предложение например были у нас на странице мы решили что вам не нужно напомнить вклады там от 11 процентов в годовых приходите в отделение укажите такой-то код при посещении вас обслужит не очень ну или какие-то другие механики что придумали для того чтобы идентифицировать как-то так если я правильно понял вопрос это что то что как достаточно не так что это еще это Виктор, если мы говорим про SMS, тот же самый SMS-пиксель, то это как раз и технология автоматической отправки SMS при посещении сайта. Под каждый продукт вы заводите свой шаблон, саму текстовку сообщения, человек пришел-ушел, в автомате ему отправляется SMS. То есть как-то собирать пул, формировать заявку на отправку SMS-сообщения в данном случае не нужно, происходит все автоматически. Продолжение следует... Юлия, а можно уточнить вопрос? Вы написали, если бы еще знать, кто эти люди, которые приходят по этим компаниям, в каком плане знать, кто эти люди? Какой достаток, происхождение, социальный статус, гендерный признак? Спасибо. 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 Коллеги, есть ли еще вопросы? Замечательно. Спасибо всем за внимание. Постарался быть кратким, максимально практичным. Если будут вопросы, вот Юлия пишет, можете задавать. В любом случае, контакты свои я тоже показал. Присылайте. Постараюсь. Все.